Всем привет, меня зовут Артем. Наш проект называется RadioMeter. Мы хотим построить рейтинг школ всей Украины по результатам ЗНО, которые задают эти выпускники. Три слова себе, я работаю менеджером проектов IT-компаний, и у меня нет детей. Поэтому проект родился немножко с другой стороны. Мы как IT-компания хотим нормальных сотрудников. И для этого нам нужно сотрудничать с университетом. Как показывает практика, это уже поздно. Нам нужно сотрудничать со школой. И для этого нам очень было бы хорошо знать, какие школы хороши в математике, в программировании, возможно, в английском языке. И, как оказалось, эти данные есть. Не есть. Но они в такой форме, которую использовать невозможно. Если вы когда-нибудь видели результаты ЗНО, которые публикуются в виде исполняемого файла, в первую школу можно увидеть распределение процентов. Но IT-компания это какой-то такой плохой сегмент, они сами свои проблемы решат. Поэтому мы решили сориентироваться на родителей, которые отдают своих детей в школу. Я попривелся с родителями. Оказалось, что у них есть три критерия выбора школы. Вот есть дети, которые будут в первую классу? Окей. Вы знаете такой критерий. Всем остальным я напомню или расскажу. Критерий первый. Чтобы школа была возле дома. Потому что ребенок будет ходить сам, скорее всего. Надо, чтобы там не было дорог, машин. Второй критерий, чтобы не протекал потолок. Чтобы там туалет был в здании, и он был чистый. И третий критерий. И это тоже не результаты ЗНО. Третий критерий, это чтобы был у меня директор, были хорошие учителя МОД. Где же здесь результаты ЗНО? Их нет, и возможно их нет, потому что они в таком виде, в котором они есть. Люди просто не знают, что на это можно посмотреть. Пока мы думали, на этой идее я общался с родителями. Родители где-то достаточно категоричные в этом плане. Оказалось, есть еще целевая экзема для этого проекта. Есть старшеклассники, которые хотят нормально поступить. Они уже меньше привязаны к школе в своем дворе. Они уже меньше привязаны к протекающим потолкам. Они могут это пережить. Но, к сожалению, у меня нет совсем никакого контакта с старшеклассниками, я не смог с ним. И четвертая целевая аудитория, это университеты. По идее, университетам должно быть интересно нанять хороших, принять хороших студентов, а для этого нужно работать с школой. Что такое? Можно? Хорошо. И им эта статистика тоже будет полезна. Вот такая вот идея, вот такие вот целевые группы. А если бы я упал? Селевар аудитория. Селевар аудитория. Значит, что у нас уже есть? У нас есть данные по ЗНО за 5 лет. К сожалению, Миносвета нам не дал это в нормальном виде, но мы это в какой-то человеческий привилег. У нас есть данные по расположению школ, но, опять-таки, к сожалению, Миносвета нам этих данных не дал. Миносвета сказал, что они знают, где их школа находится по всей Украине. Но догадываются. Все ладно. Но какие-то данные у нас есть. Кто нужен в команду? Команду, во-первых, нужны программисты, пишущие на PHP, потому что наш проект на PHP. Во-вторых, нужны люди, знакомые хорошо с визуализацией данных, потому что у нас проект визуализации данных. И, в-третьих, мы были бы благодарны людям, у которых есть контакты со школами, с учителями, со старшеклассниками, с университетами, потому что с этими целеварными аудиториями очень интересно было бы общаться. Все. Спасибо. Я вас жду. Спасибо.